Дети – наше будущее. Поэтому одна из приоритетных и, пожалуй, главных задач – сохранение здоровья будущего поколения, создание необходимых условий для развития оказания современной медицинской помощи. Это программа «Актуальное интервью». С вами Роман Выстароп. Здравствуйте. Сегодня подведем промежуточные итоги реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения», включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. И у нас сегодня в гостях начальник отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края Наталья Плотникова. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам, уделили нам время и согласились поговорить на столь важную тему. Но давайте сначала. Какова основная задача этого проекта? На что он направлен? Основная задача регионального проекта направлена на снижение смертности, как младенческой смертности – это детей в возрасте до года, так и общей смертности детей до 17 лет включительно. Все мероприятия, которые включает в себя региональный проект, конечной точкой достижения у нас является как раз-таки снижение смертности детской в крае. Ну и плюс, я так понимаю, закупка оборудования, установка, обстановка, обустройство. Да, региональный проект, он включает несколько направлений, и в том числе это и закупка оборудования, и строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы. То есть это разнонаправленные мероприятия в рамках регионального проекта детское здравоохранение. Этот региональный проект входит, я так понимаю, в федеральный проект, да, у нас? Абсолютно верно, что в каждом регионе Российской Федерации на основании федерального проекта, все регионы Российской Федерации, участники реализации федерального проекта, разрабатывали и утверждали свои региональные программы, в том числе и в Ставропольском крае. Что это за федеральный проект такой, из которого выходит уже? Федеральный проект, это общенациональный проект, который называется здравоохранение, и имеет в себе несколько направлений, так же, как и у нас в региональном проекте. Да, сколько известно, для успешной реализации вот этого регионального проекта необходимо развивать несколько направлений. Абсолютно верно. Какие-то направления, на что они направлены и с чем они связаны? Впервые этот региональный проект, он несет в себе большую составляющую в части развития профилактического направления. То есть работать не на лечение пациента, а на предотвращение вообще в целом его заболеваний. Таких основных классов, которые мы видим уже в возрослом возрасте, у детей только это все начинается. Так вот, региональный проект направлен на то, чтобы предотвратить, или если заболевание уже как можно есть, то его как можно раньше выявить, и предпринять все меры для того, чтобы ребенок во взрослой жизни, скажем, не получил или не хроническую форму этого заболевания. Вот цель именно развития профилактического направления. Соответственно, и все мероприятия, которые заключены в нашем региональном проекте, они косвенно или прямо все направлены на развитие профилактического, как я уже сказала, направления в детском именно здравоохранении. И тем самым уже легче и лечение, и шансов больше, что у ребенка не получит хроническую форму. Насколько еще известно, есть направление, если я ошибаюсь, поправьте меня, есть направление улучшения навыков специалистов в перинатологии. Абсолютно верно. При их проекте, помимо, как я говорила, так как при их проекте он имеет разноплановое направление, но и тоже обучение специалистов, оно как раз-таки тоже необходимо для того, чтобы специалисты, повышая свой уровень знаний, могли более качественно оказывать помощь и предотвращать развитие, скажем, не очень хороших состояний у детей, особенно у малышей, у новорожденных. Я так понимаю, с учетом того, что медицина не стоит на месте, постоянно развивается, и врачи проходят постоянную переквалификацию, повышение квалификации. Абсолютно верно, потому что подходы к лечению детей меняются, вводятся инновационные методы выхаживания детей, технологии, соответственно, это все мы точно так же транслируем и на своих специалистов, работающих в наших краевых учреждениях. У проекта есть определенный утвержденный план реализации? Абсолютно верно. Какие сроки этого плана, и, соответственно, кто несет ответственность за то, чтобы это выполнение было как бы... Региональный проект, он рассчитан до 2024 года. Мероприятия, которые включены в этот план, ответственность лежит основным исполнителям на специалистах Министерства здравоохранения Ставропольского края. Кроме того, отвечают за реализацию мероприятий руководители медицинских организаций Государственной системы здравоохранения. Кроме того, в ряде мероприятий с нами участвуют в их исполнении Министерство образования Ставропольского края, Министерство строительства Ставропольского края, Фонд социального страхования. То есть, на каждом из нас лежит определенная доля ответственности в части своих полномочий. Масштабная. Да. Прям серьезная работа ведется. Но, как я уже сказал в начале, мы сегодня будем промежуточные подводить итоги. И позади уже первое полугодие 2022 года, давайте поговорим, что уже сделано в рамках проекта за это время. Строительство, оборудование новое закупленное. Ну, то есть, все, что уже успели сделать. С учетом того, что с 2019 года стартовал наш региональный проект, на протяжении 2019-2020 года производилась массовая закупка оборудования для детских поликлиник и детских поликлинических отделений, входящих в структуру больших больниц, городских больниц. За счет денег федерального бюджета и краевого бюджета было закуплено более 200 единиц большого, скажем так, тяжелого оборудования. Это и современные рентген-аппараты, это современные ультразвуковые аппараты, это и лор-комбайны, и оборудование специализированное для оказания офтальмологической помощи детям. То есть, происходила закупка в течение трех лет именно, как мы говорим, тяжелого оборудования, дорогостоящего. Это позволило нам укомплектовать и краевое учреждение, нашу детскую краевую клиническую больницу, где в основном сосредоточено оказание специализированной помощи детскому населению. Но, помимо этого, в этом участвовали и все районные больницы, и городские поликлиники, и городские больницы, имеющие в структуре свои детские отделения. Что, в свою очередь, позволило, как я уже повторюсь, наверное, позволило произвести замену старых, уже, скажем, несовременных рентген-аппаратов на цифровые, что позволило нам поменять УЗИ-аппараты на более современные, более чувствительные, высокоточные. Соответственно, это вошло, в общем-то, и сейчас все оборудование введено, и оно активно используется. Соответственно, это позволяет лучше проводить, качественнее диагностировать и профосмотры деток, и обследования проводить, соответственно. То, о чем мы ранее говорили, и на ранней стадии уже за счет точности это уже можно выявить, без погрешности. Или, опять же, если погрешности, они уже минимальны. Правильно? Мы можем понять, что... Кроме того, что активная закупка проводилась с 2019 года по 2020, в настоящее время идет активное строительство детской краевой клинической больницы, нового корпуса, где рассчитан корпус на 280 коек. С открытием новых ранее в крае таких отделений не было, таких как кардиохирургическое отделение, нейрохирургическое отделение, то есть самостоятельные вот такие масштабные отделения открываются. Будем расширять, увеличивать коечную мощность онкогематологии, офтальмологии, то есть всех направлений в оказании специализированной помощи детям. И в настоящее время, прошлый год, этот год, активно, особенно в этом году, происходит закупка оборудования именно для уже этого нового строящегося корпуса. Чтобы в момент, когда мы уже получим готовое здание, у нас будет уже оборудование, которое будет оснащено, оснащен будет этот корпус. Проект реализуется не только на территории краевой столицы, я так понимаю, по всему краю, поликлиники, больницы, да? Абсолютно верно, абсолютно верно. Если я вам рассказывала о закупке оборудования, параллельно с этим мы продолжали открытие новых отделений. За время реализации проекта у нас открыто 9 профилактических отделений в учреждениях детства. Открыто 3 медико-социальных отделения для детей. Открыто 2 репродуктивных центра для детей и подростков на базе 2 больниц детских. Это в Пятигорске и в Ессентуках. Эти все шаги, то есть в их реализации, как раз-таки то, о чем мы в начале разговора с вами и говорили. Это позволяет нам развивать профилактическое направление. Ну, скажем так, что вот сейчас уже, ну, наверное, не большая часть еще есть, что делать. Конечно. Что планируется, давайте, наверное, коснем сейчас, планируется доделать до конца 2022 года? Далеко забегать не будем, потому что еще время у нас впереди есть. На территории всего края и во всех детских поликлиниках, поликлинических отделениях мы проводим профилактические осмотры детей в возрасте от 0 до 17 лет, включительно, согласно нормативным требованиям Российской Федерации, требованиям законодательства Российской Федерации. Кроме того, в рамках этого проекта впервые были введены обязательные осмотры детей подростков 15-17 лет репродуктивной функции, то есть работаем на опережение. Что у нас как раз-таки эти центры созданы для того, чтобы с детьми работали специалисты непосредственно, пропагандировали здоровый образ жизни и проводили просвещение. То есть не только профосмотрами мы занимаемся, но и активной пропагандой правильных человеческих ценностей, как для мальчиков, так и для девочек. Чтобы потом уже не сталкиваться проблемами. Да, уже в будущем дети были готовы и были со знаниями, которые бы помогли им предотвратить нехорошие ситуации, которые могут развиться. Наряду в этих центрах работают не только врачи-кушер-гинеколог, уролог-андролог, а наряду с ними работают юристы, потому что помощь бывает детям юридическая нужна. Работают социальные педагоги, потому что многие вещи родителям, может быть, дети могут не рассказать. Здесь в рамках и индивидуальных, и групповых бесед дети, скажем, более раскрываются и делятся своими какими-то проблемами. То есть вот такие вот направления. Это направления по профилактическим осмотрам, медицинским осмотрам, репродуктивной сферы. Это абсолютно в каждой медорганизации, то есть в каждом учреждении, где обслуживаются дети, эти мероприятия проходят на протяжении, начиная с 2019 года, ну и по настоящее время. Соответственно, осмотр количества деток уже за первое полугодие при плане 58 тысяч, уже 30 с половиной тысяч уже прошли осмотры уролога-андролога, это мальчиков осматривают, девочек, акушером-гинекологом. Соответственно, при выявлении каких-то либо заболеваний или патологий, тут же назначается лечение, то есть или дополнительное обследование. Кроме того, как я сказала, абсолютно везде, во всех медорганизациях, где детям оказывается помощь, проводятся профилактические осмотры. При плане 500 тысяч в год посмотреть, нами сейчас осмотрено уже более 300 тысяч детей. Соответственно, по результатам этих профилактических осмотров детям назначается либо дополнительное обследование, если это необходимо, либо дополнительные консультации врачей-специалистов, по результатам которых уже назначается лечение, профилактика, при необходимости проводится реабилитация. Эти мероприятия проводятся абсолютно во всех учреждениях, как я уже сказала. Кроме того, вы говорили об обучении специалистов перинатологии. Это специалисты, которые у нас работают с самыми маленькими детками, это с новорожденными. Каждый год, ежегодно у нас есть план по обучению специалистов. И каждый год не менее 150 специалистов у нас проходит вот такое обучение в симуляционных центрах, в центре, который находится на базе нового перинатального центра, где действительно каждый из специалистов оттачивает свои навыки с учетом современных требований и клинических рекомендаций. То есть это проводится регулярно. Мы делимся своим уже опытом и навыками, которые приобрели? Я могу вам сказать, что у нас на базе нового перинатального центра функционируют, проводятся операции с самым маленьким. Это неонатальная хирургия. Кроме того, у нас в перинатальном центре расширяется количество коек. У нас детки, все вы знаете, что мы с 2012 года выхаживаем 500-граммовых деток. Мы уже научились их выхаживать. Ежегодно в ноябре проходит День недоношенного ребенка. И мы видим свои результаты, приглашая родителей с детьми на такой большой праздник. Здорово. Одним из показателей работы проекта считается доля, контроль, доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 до 17 лет. Какова на сегодняшний день показатель? Какова доля? Сейчас эта доля достигает 70%, а к 2024 году она будет достигать более 80%. И как раз таки цель развития профилактического направления подразумевает, чтобы по результатам профосмотров мы как можно, если раньше выявили детей, соответственно, взяли их на особый учет и, соответственно, то, о чем я говорила, чтобы это не перешло в хроническое заболевание. Эта доля сейчас составляет, как я уже сказала, 70%. Она нами в ежемесячном режиме отсматривается. Мы видим это все. У нас есть система мониторинга по каждому ребенку. То есть мы видим, мы можем зайти из-под системы, зайти и любого ребенка увидеть, на каком этапе что ребенок прошел, какие диагнозы у ребенка есть они или нет, какие назначены мероприятия в плане лечения, обследования. То есть мы контролируем этот процесс, соответственно, мы видим, где какие проблемные точки возникают. Ну, если в современном мире мы прекрасно знаем наш век гаджетов, информационных систем, то, конечно, в доле взятых на диспансерный учет основное уделено внимание пяти классам заболевания. Это заболевания органов зрения, заболевания костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, пищеварения. Как раз-таки это те основные классы заболеваний, которые мы профилактируем сейчас на этапе, чтобы во взрослом состоянии это не перешло в хронические формы. Скажите, вы вначале говорили, что оборудование закуплено определено для сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирается и оснащается по мере необходимости или по мере, допустим, этой же болезни развития на данный момент? По какому принципу выбирается направление оборудования, оснащения? Изначально, когда был разработан федеральный проект детского здравоохранения Российской Федерации, изначально Минздравом Российской Федерации уже было определено перечень оснащения в зависимости от группы учреждения. То есть было поделено на три группы, учреждения все были разделены в зависимости от уровня оказания помощи. И, соответственно, рекомендации по оборудованию мы получали на основании федеральных нормативных документов. Соответственно, мы планировали развитие определенных служб, соответственно, и оснащение оборудованием происходило согласно этим направлениям. Ну, я не могу не спросить, Антарасия Сергеевна, вот после того, как мы уже поговорили по доле заболеваний, то, что вы сейчас назвали, как-то меняются вот эти болезни, допустим, со временем? Допустим, сейчас дети болеют чаще вот эти, ну, потому что они, там, зрение, больше сидят за мониторами. Абсолютно верно. Там, допустим, пищеварительная система, потому что сейчас стараются больше, или не то, что стараются, а едят больше той пищи, которую бы не стоило есть. Да, абсолютно верно вы это подметили, потому что, действительно, мы видим в детском возрасте те же заболевания, что и у взрослых. И как раз-таки, когда дети начинают ходить в школу, в детский сад, основная масса заболеваний начинает проявляться во время обучения. Ну, и те направления, доли взятых на диспансерный учет, как раз-таки, они подтверждают, что как раз-таки и заболевания костно-мышечной системы, это сидение за компьютерами, неправильное в позе, скажем так, глаза, тоже это заболевания органов зрения, тоже это объяснимо, потому что компьютеры, нагрузка, плюс телефоны, то есть это тоже, мы это видим. И органы пищеварения такая же история, потому что, ну, здоровый образ жизни, здоровое, правильное питание, они всегда понимаются родителями, к сожалению. Вот, но в этом направлении мы работаем, видим эти проблемы у детей. Действительно, если брать в сравнении, даже 10 лет назад классы были те же самые, но заболеваемость была несколько ниже. Хотя, можно сказать, что на протяжении трех лет, последних трех лет, уровень заболеваемости детей в крае остается, ну, приблизительно на одном уровне. Можно так сказать, по всем этим классам. Это уже хорошо, что не прогрессирует. Это уже хорошо, что у нас не растет, скажем, третья группа здоровья, где уже дети имеют хроническое заболевание. То есть, это очень важно. Ну, мы как раз для этого все делаем, благодаря проекту, чтобы не прийти к этому. Много мы говорили о медучреждениях, которые попадают в участие проекта. Вот какие это медучреждения, одинаково ли все вовлечены, городские и сельские? В процесс реализации регионального проекта вовлечены абсолютно все медицинские организации края. Независимо от того, что это учреждение в городе находится или в сельской местности, это более 40 учреждений непосредственно там, где оказывается помощь детям в амбулаторных условиях. То есть, это абсолютно участвуют в реализации все районные больницы. В составе, в структуру входит детское поликлиническое отделение. Это городские больницы, например, такие, как Невиномыска, в структуру входит детское поликлиническое отделение. Это городские самостоятельные больницы, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, в городе Ставрополь, это больница имени Филиппского. Три самостоятельные детские поликлиники, первая, вторая, третья поликлиники, третья городская, специализированный центр, детская клиническая больница. То есть, практически, я вам назвала территорию всего края. То есть, чтобы не думали люди, что там выборочно это все делать? Абсолютно все учреждения. Организационно-плановые планировочные решения, что это такое? Организационно-планировочным решением посвящено много внимания, потому что в настоящее время, помимо современного оборудования, помимо капитальных ремонтов, люди должны при ожидании очереди к врачу или при ожидании проведения исследований, должны пребывать в комфортных условиях, чтобы и детям, и родителям было комфортно. Во всех учреждениях организованы комнаты или места для кормления детей мамочкам, чтобы мамочка могла спокойно покормить ребенка, переодеть его. То есть, это предусмотрено везде. Раздвижные двери, ряд учреждений, это вы тоже видите, если с детьми пойдете, двери раздвижные есть, опять-таки, для комфорта. Единственное, что, конечно, там, где это старые здания и где нет возможности технической, к сожалению, это не смогли мы сделать. Но это единичные учреждения, а в основном все идут по принципу. Это зоны комфортного пребывания детей, там, где во время ожидания дети могут порисовать, посидеть за столиком. Наличие каких-то дидактических материалов, где ребенок может просто быть чем-то занят, а не просто бегать по коридору. Кроме того, практически во всех учреждениях везде есть инфоматы, есть электронное табло, то есть, где бегущая строка, и мы видим, что какой сегодня день, где... Инфровизация активно входит в нашу жизнь. Да, потихонечку, все это очень активно внедряется и действительно используется. Есть возможность записи в интернете к врачу, есть возможность отдельных, помимо записи в интернете, можно и в регистратуре, но в основном сейчас современные люди, все записываются через интернет. Это тоже есть возможность практически во всех поликлиниках. Это реализовано. За счет этого, скажем, при создании электронных систем сокращается и время ожидания, и это ускоряет процесс получения талонов и, соответственно, оказания помощи. Ну и поход уже в поликлинику становится более комфортным, и уже не надо пугаться. Пока в поликлинику пойдем, пока... Теперь все гораздо проще и удобнее, с детьми комфортнее. Есть ли какой-то информационный ресурс, мы уже говорим о цифровых технологиях, информационный ресурс, на котором жители могут получить ответы на вопросы по детской медицине? Вся информация размещена на сайтах медицинских организаций. У нас имеется подразделение, структура, которая проводит мониторинг сайтов медорганизации, чтобы информация обновлялась, дополнялась новая информация. Помимо того, что это можно посмотреть на сайте любой медорганизации, это вывесено на информационных стендах. Функционирует телефон «Горячая линия» 24 на 7, где пациент или законный представитель может обратиться по любому вопросу, если что-то не нашел на сайте учреждения. Ему подскажут, куда обратиться, как обратиться, или тут же получит консультацию и получит ответы на свои вопросы. Это действительно работает, это есть. Все в доступе, в открытом доступе, пожалуйста, заходите дома, смотрите, называется. Наталья Сергеевна, огромное вам спасибо, что сегодня к нам пришли и поделились полезной и важной информацией. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, на этом наша программа, к сожалению, подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали, точнее подводили промежуточные итоги регионального проекта развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры, оказание медицинской помощи. И у нас сегодня в гостях был начальник отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края Наталья Плотникова. Меня зовут Роман Выстароп. Мы с вами прощаемся. Берегите себя, берегите своих детей, своих родных и близких. И до новых встреч в эфире «Своего ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова